Папаша, огоньку не найдется? Ты что, глухонемой, что ли? Да. Михаил Иванович разрешил снять гейп сегодня. Пойбали! Пойбали! А кто? Лапух! Спокойной ночи! Спокойной ночи, Семен Семенович! Да! Наши люди в булочную на такси не ездят. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Пистолет и деньги я получил для выполнения ответственного спецзадания. Какого? Этого я тебе не могу сказать. Узнаете Евгений Маргунов. Юрий Никулин. Георгий Витц. Строится режиссером Леонидом Гайдаем. Работает над фильмом «Кавказская пленница». Роль которой исполняет Наталья Варле. Ее партнер Александр Демьяненко. По сюжету фильма «Трусу, балбесу и бывалому» вручается выполнение ответственной операции «Похищение невест». Как видите, смешное часто рождается в серьезных спорах. СМЕХ ПЕРВЫХ ЗРИТЕЛЕЙ Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая. А это почему? Да моя сила идет за вами как привязка. Выпьем, за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Так выпьем же за кибернетикой. На здоровье. Затем на разваленных часовне... Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке. Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Да что, смешно торговать. Между прочим, в соседнем районе жених украл члены партии. Второй лишний. Свидетель. А если? Только без жертв. Да, надо подождать. Какой позор. Какой позор. Клянусь, честное слово, мать ли, на весь район. На весь район. Ясно, Делириум Трэмас. Белая горячка. Да белый, горячий, совсем белый. Но вы не волнуйтесь. Могу я видеть прокурора? Можете. Где у нас прокурор? В шестой палате, где раньше Наполеон был. До сервиза дошла. Большой сервиз? 12 персон. 96 предметов. Вам кого? В районе эпидемия. Поголовные прививки. Ящер? Да здравствует наш суд. Самый гуманный суд в мире. Спасибо, я поставил. Гражданин судья. А он не может сесть. Гражданин судья. Спасибо.